Всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки и Низи Легенды. И сегодня у нас новые испытания. Это испытание Городская война Тенина Солнце. В этом испытании 8 эпизодов, ограничено количество героев, будем играть только за негативных персонажей. И для первого эпизода давайте-ка я возьму Бакстера Стокмана, один из любимейших моих героев. Итак, в первой волне нас встречает целая куча крыс. И Бакстер Стокмана сразу же выпускает маусеров, которые взрываются и без проблем уничтожают первую волну. Кстати, это один из моих любимейших героев. Вот когда я начинал снимать, он мне выпал в видео и, как по мне, он был наиболее крутой, так как у него, как видите, две массовые атаки. Итак, вторая массовая атака, это взрывная волна. Взрывная волна, и он просто шутя выжигает всех монстров, тараканов, терминаторов. Ну что ж, вот с Лео и Карай будет уже посложнее. Вот, накрывает Карай ракетами, а Лео выбивает ударом своей руки манипулятора. Супер! Ну что ж, хорошая победа, отличнейший бой, и мы идем с вами дальше. Что ж, это было здорово, и наша награда это ДНК Карай. Просто супер! Ну что ж, друзья, давайте-ка я возьму для следующего боя Стиранка. Опять же, один из любимейших моих героев, и тоже благодаря массовой атаке. Итак, сейчас покажу, что он может делать. Вот, первая способность, это выстрел из пулемета. Вот, первый из массовых атак. Итак, смотрите, как круто, здорово он стреляет, и без проблем сметает первую волну. Просто расстреливает. Вот, а вторую мы попробуем подорвать при помощи гранатомета. Опять же, массовая атака Стиранка. Взрыв, и враг уничтожен. Что ж, это было круто. Это было круто, да, без проблем удалось уничтожить и эту, этих врагов. Переходим к третьей волне, вот, а здесь уже будет немножко посложнее. Что ж, ничего страшного. Итак, Стиранка метает гранату, подрывает одного из роботов. Дальше уже враг начинает контратаковать. Но ударом кастета Стиранка без проблем выбивает очередного робота. Вот, тем временем, Долин из мультика прокачивает, усиливает дополнительную защиту. Лео вызывает Стиранка на бой. Ну, а Стиранка обновился пулемет. Это способность, и он без проблем его применяет. И без проблем, вот, сметает и выбивает оставшихся врагов. Ну, что ж, чудесная победа. Хорошая битва. Наша награда, это ДНК Донателла из мультика. И мы идем с вами дальше. Итак, третий эпизод. Вот, я думаю, друзья, кого бы взять для этой битвы. Давайте-ка, друзья, еще возьму какого-то героя. Давайте-ка, вот в первых битвах я буду брать героя с двумя массовыми атаками. Итак, это у нас крен классический. Сейчас попробуем накрыть первую волну. Ударом, вот, ракет, от, вернее, это ядреная бомба. Вот, хотя в другом варианте написано, что это ядерная бомба. Вот, итак, выстрелом ракет. Вот, кран классический без проблем уничтожает первую волну. Переходим второй. А вторую мы уже, опять же, используем массовую атаку. Призыв Технодрома. Вот так здорово Технодром выныряет, стреляет из плазменной пушки по области, выжигает терминаторов и тараканов, и мы переходим к следующей волне. Что ж, замечательно. Вот, к сожалению, дальше у нас массовых атак не осталось, зато есть усиление. И благодаря этому усилению, Крэнк вытаскивает самого себя из комбинезона, вот, усиливает атаку, и сейчас мы попробуем выбить оставшихся врагов. Итак, враг продолжает атаковать. Смотрите, что делается. Даже восстанавливает силы. Ну, первым делом, давайте-ка я попробую выбить морозную кошку, чтобы она не лечила врагов. Да и Микки тоже нужно выбить, пока он не прокачал уклонение. Вот, достается нашему Крэнгу классическому. Вот, ага, вот гигантский робот Крэнгов еще привлек внимание, вынуждая атаковать только его. Микки тем временем пытался атаковать при помощи нучаков. Ну, а по-моему, Крэнга обновилась способность. Да, Крэнг применяет ядерную бомбу, стреляет и без проблем уничтожает оставшихся врагов. Супер! Просто-просто здорово! Хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Ну что ж, чудесно. Итак, давайте-ка я возьму следующего героя. И да, наша награда это ДНК морозной кошки. Здорово! Ну что ж, и так, друзья, давайте-ка я возьму еще вот кроликов, а потом уже будем формировать другие отряды. Итак, кролики против союзников, черепашек. Ну и здесь и монстры, здесь как-то оно все смешано. Вот недаром название «Городская война тени на солнце». Итак, для первой волны я использую супер-атаку наших кроликов. Они трансформируются в огромного робота-трансформера, который наносит сокрушительный удар и без проблем сметает первую волну. Супер! Переходим ко второй. И кто здесь и у нас? Раф и Кейси Джонс. Два друга плюс еще роботы Крэнгов. Но опять же, у них нет шансов, так как кролики трансформируются в плазменную пушку, стреляют и без проблем выбивают оставшихся врагов, переходя к третьей волне. Итак, третья волна. Враг становится все сильнее. Ну, первым делом давайте-ка выбьем гигантских роботов Крэнгов. Для этого кролики трансформируются в колесо. Мощной атакой уничтожает противников. Кстати, будут ли мстить за атаку? Не мстят, но кролики добивают очередного гигантского робота. Тем временем Донни мультяшный прокачивает защиту, но я не думаю, что это им поможет. Итак, кролики пинают и добивают мяки. Вот морозная кошка тем временем, жонглируя вишенками, прокачивает скорость. Ну, а я надеюсь, что наши кролики справятся. Итак, да, удалось запинать морозную кошку. Донни тем временем из мультика забрасывает наших кроликов сюрикенами, а кролики набрались энергии, трансформируются в огромного робота и без проблем плюща добивает уже Донни. Супер, друзья! Ну что ж, победа! Кстати, кролики выложены в букву В, Виктория, то есть победа. Замечательно! Итак, вперед! Вперед, друзья, к очередным победам! И наша награда это ДНК Микеланджело из мультика, что, конечно же, здорово! Итак, друзья, пятый эпизод. Вот давайте-ка я возьму уже команду как бы подряд, кроме тех героев, которых мы брали. Итак, Бакстер Муха, Рокзар, Крис Брэдфорг, Севермотес и Бибоп из фильма. Вот это будет команда для пятого эпизода. Здесь, кстати, уже четыре волны. Хотя бой будет непростой, так как у нашей команды практически нету масса. Просто так, тем не менее, Бакстер Муха метает кислоту, Рокзар наносит удары когтями, а Крис Брэдфорд выбивает ударом ноги эту крысу. Ну вот, супер! Итак, первую волну запинали без проблем. Переходим ко второй. Что здесь у нас? Итак, гигантский робот, плюс еще вот какие-то враги. У нас есть возможность наложить на них негативный эффект. Вот к северу Мотес танцует боевой танец КПР, вот обнуляя защиту, уменьшая ее. А Бибоп пытается подорвать врагов, метнув бомбу. Да, вот без проблем подрываем вторую волну, переходим в третью, а здесь уже сложнее. Итак, массовых атак не осталось. Что ж, будем бить, чем есть. И Бакстер Муха заплевывает гигантского робота Крэнгл кислотой. Рокзар, метая когти, уничтожает противника. Крис Брэдфорд тем временем, выпивая газирогу, прокачивает дополнительную защиту для нашего отряда, а к север наносит удар ногой. К север Мотес запинал Кейси Джонса, а Бибоп ударом локтя пытается расплющить до немультяшного. Мощный удар и победа. Чудесно, но у нас впереди еще четвертая волна. Вот здесь у нас уже герои посерьезнее. Итак, Сплинтер, Эпель Кунычи и Леонардо. Вот первым делом давайте-ка я подлечу наш отряд. Для этого у нас есть техника. Бакстера Мухи. Рокзар вызывает врагов на бой. Отлично. А Крис Брэдфорд прокачивает дополнительную атаку. Теперь наши герои смогут наносить дополнительный и мощный урон. Супер. Ну что ж, неплохо. Тем временем Ксевер Мотес уничтожает одного робота, а Бибоп второго. Да, здорово. Ну что ж, мне кажется, команда получилась неплохая. Хотя вот враг еще контратакует. Пыталась кто-то использовать Эпель Кунычи. Сплинтер тем временем медитирует на шесте, усиливая свою команду. А Лео рубит катанами. Тем не менее, у врагов нет шанса. Бакстер Муха пытался справиться с Эпель Кунычи, не получилось. Но Рокзар наносит добивающий удар. Кроме того, Кейси Джонс пытается справиться со сплинтером. Вот, ничего себе, с первого удара поразил врага. Вот, Ксевер бил, а Лео не справился. А вот точку ставит Бибоп из фильма. Вот, просто-просто чудесно. Ну что ж, команда получилась неплохая. Жаль, друзья, у нее только не было массовых атак. И, вот, ну, надеюсь, Лео и на лучшее. Итак, наша награда ДНК Эпель Кунычи. Я перехожу к следующему эпизоду. Ну и давайте-ка возьмем уже какую-то новую команду. Зэк, Хан, Острозуб, Бибоп мультяшный и Супер Шредер. Именно такая команда у нас для шестого эпизода. Кстати, тоже четыре волны. Ну и по возможности я буду как-то их выбивать мощными атаками. Итак, Зэк метает световую бомбу. Вот, без проблем прожаривает, уничтожает первую волну. Со второй уже будет посложнее. Хотя у Хана есть возможность. Как у Ксевера, у Хана тоже есть возможность налаживать на врагов негативный эффект. Дебаф, уменьшая защиту. Ну вот, супер. Кроме того, давайте-ка я прокачаю уклонение для Бибопа мультяшного. Вот, и использую супер атаку Супер Шредера. Ванзай, Кассины и Кунаи в землю, шипами из-под земли. Он просто, шутя, вот сметает оставшихся врагов. Просто-просто чудесно. Отлично. Итак, третья волна. Вот, я подключаю Острозуба. Острозуба, и он ударом кулака плющит гигантского робота. Супер. Хан ударом ноги отправляет в нокаут, опять же, гигантского робота Крэнгов. Зак метает шлем бумеранг, уничтожая противника. А Биба стреляет лазерами из пояса. Просто-просто здорово. Отлично. Итак, переходим к четвертой волне. И здесь уже нужно будет поднапрячься. И Супер Шредер активирует свое сердце. Благодаря мутагену у нас появляются дополнительные способности. Вот, плюс продвинутые исцеления на три хода. Ну, а тем временем я попробую выбить роботов. А дальше уже взяться за Рафа, Алапекс и Кейси Джонса. Ну, а пока добиваем врагов. Вот мощная атака, враг повержен. Кроме того, выстрелом и с пальцем Зак пытается справиться с лисичкой Алапекс. Ничего себе, с первого удара удалось поразить врага. Биба обстреляет, добивает и Кейси Джонса из мультика. А Супер Шредер ставит точку, метая в Косины и Кунаи. Мощная атака, но Раф выживает. Раф выживает и даже контратакует ненадолго. Вот оттуда Рахана ему уже не сберечься. Здорово, ну что ж, великолепно. Хороший бой, хорошая победа. Вот наша награда, это ДНК лисички Алапекс. Ну, а я перехожу к седьмому эпизоду. Ну и давайте-ка посмотрим, какая у нас следующая пятерка. Это Саблезуб, Шредер классический, Рокстаги, Тигрин и Коготь и еще Рокстаги мультяшный. Ну что ж, давайте-ка пойдем в битву и этой команды и посмотрим, как она себя покажет. Ого, здесь уже серьезней, здесь уже целых пять волн. Вот, и сразу же в первой волне у нас четыре противника. Вот, тем не менее, благодаря Шредеру классическому, мы можем усиливать и подлечивать наших героев. Отлично. А вот теперь уже атака. Итак, Саблезуб кусает гигантского робота. Без проблем его уничтожает. Вот Тигрин и Коготь тоже по-тихому используют мечеты. Вот, здорово. Рокстаги пытается забодать противника. И так, ну просто-просто чудесно. И еще, что может... Ага. Вот, казалось, один поле не войн, но он нанес довольно-таки неприятный урод всему нашему отряду. Тем не менее, Рокстаги подает ярость и забодал этого противника. Супер. Ну вот, вторая волна. Что здесь я могу сделать? Я могу призвать помощь из иного измерения. Это фишка Шредера классическая. Вот, призвал помощь, и она выбивает оставшихся врагов. Просто-просто супер. Так, третья волна. Все роботы, все роботы. Вот даже неинтересно. Вот, люблю других персонажей, и когда они здорово отбиваются. Итак, Саблизов выбивает очередную тварь. А Тигрин и Ковать, поджаривая врага мечеты, выбивает большинство врагов. Ну, и честно говоря, я в шоке. Выживает. Выживает противники от вот этого удара. Тем не менее, Рокстаги выстрелом из своего плазменного ружья добил оставшихся врагов. Ну, что я скажу, друзья? Что здесь мы можем сделать? Мы можем, вот, применить огнемет Рокстаги мультяшного. Итак, выжигает одного из врагов. Остальных здоровья по минимуму. Кроме того, вот, метает свой меч Алибарда. Вот, Шредер классический, добивая оставшихся врага. Супер. И да, вот, давайте-ка Микеланджело попытаемся запинать в первую очередь. Для этого Саблизов бьет хвостом. Ну, что, скажу, великолепно. Враг повержен. Вот, кроме того, Тигрин и Коготь еще пытаются выбить морозную кошку. А Лео рубит катаной Рокстаги. Кролик. Ничего себе, как здорово Лео держит удар. Но ненадолго. Да, друзья, переходим к пятой волне. И здесь уже сборные девчонок. Вот, Каррай, Эпель Кунаичи и Синегамин. Причем, друзья, все в черном. Вот только один Ниндзя попался в красном. А его я и выбью в начале боя. Вот, провел мощную атаку Саблизов. Вот, Рокстаги мультяшный тем временем швыряет каменную глыбу. Расплющивая этого Ниндзю. А вот теперь Тигрин и Коготь пытаются зацарапать Эпель Кунаичи. Не сумел. Но, возможно, подарки. Вернее, это взрывчатка, замаскированные подарки. Особый подарок от Рокстаги из... Вот, из... Ну, Рокстаги кролика. Как-то так. Что ж, неплохо. Итак, ударом клинка классический шредер. Вот, налаживает на Синегамин еще дополнительный эффект. Постепенный урон. Вот, Синегамин выживает. Но у него уже нет шансов. Так как Саблизов добивает Карай. А Тигрин и Коготь пытаются зацарапать саму Синегамин. Здорово. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой. И мы идем с вами дальше. А наша награда это ДНК с Синегами. Просто-просто супер. Итак, восьмой эпизод. Давайте-ка я посмотрю, кто там у нас еще не участвовал. Вот. Итак, друзья. Давайте-ка вираем команду. Шредер из мультика. Бибоп. Кролик. Кран классический. Сегодня уже участвовал. Рокстыги. Это из фильма Кролики. И либо Бибоп. Классический. Либо... Ага. У нас уже Бибоп. Кролик есть. Да и Рокстыги есть. Ну пусть будет подряд Бибоп. Классический. Как-то так. Посмотрим. Итак, целых пять волн. Конечно же, здорово. Ага, друзья. А я уже взял Кроликов. Даже не заметил. Даже не заметил, что взял Кроликов. Ну что ж, будем бить чем есть. И тем временем Шредер классический. Прошу прощения. Это Шредер мультяшный. Он призывает нить. Они атакуют и выбивают оставшихся врагов. Отлично. Кролики, тем временем, трансформировавшись в огромное колесо, добивают первую волну. Переходим ко второй. Вторая волна. И мне нужна массовая атака. Ее сейчас нету. Ну, возможно, выстрел с ружья Бибоп. Кролимитку немножко поможет. Ну что ж, супер. Итак, удается выбить одного второго врага. Неужели это все, что возможно? Вот подключай Роксты из фильма. Он метает дубину и без проблем повергает очередного врага. Вот просто, просто замечательно. Кроме того, Шредер наносит мощные утары своими когтями и побеждает противника. Просто великолепно. Ну, оставшуюся двойку пусть добивают кролики, трансформировавшись в огромное косморужье. Я в шоке. Как он выжил? Как он выжил? Вот очередной противник. Не знаю, но все же нам удалось его запинать. И причем это была только вторая волна. Сейчас мы переходим в третий. Чувствую, здесь еще будет жестче. Итак, Раф, Лисичка Лапекс и Кейси Джонс. Вот, вначале давайте-ка я попробую при помощи гранатомета выбить Кейси Джонса. Ох, ничего себе, выжил. Выжил, но от повторного удара дубинами ему точно уже не уцелеть. Как и получилось. Вот тем временем Лапекс, Лисичка в ярости, стремится атаку. Вот, вместо себя, вот, поставляет бревно. Отлично. Ну и, кстати, вот, Лисичка Лапекс повредила нашему отряду. Но благодаря технике медитации, Шреддер восстанавливает силы, а кролики наносят сокрушительный удар, трансформировавшись в огромное колесо. Вот, мощнейший удар. И практически все враги повергнуты. Пытается отбиваться Раф, у него ничего получается. Ну а, вот, Бибоб Кролик еще кушает попкорн, тем самым усиливая и подлечивая наших героев. Супер. Ну вот, кроме того, и Рокстри тоже, в свою очередь, кричит. Налазывает на вражескую Лисичку Лапекс. Вот, негативный эффект, оглушение. Ну а она очнулась и нанесла мощный удар. Пытаясь справиться с Рокстри, но, опять же, у него нет шансов, так как очень мало здоровья. Тем не менее, мы переходим к четвертой волне. Что и здесь, и как. Итак, Синегами, Эпил Куноичи и вот еще Карай. Вот, не осталось массовых атак у кроликов, поэтому они вот запинали одного из роботов. Вот, Бибоб классический тем временем поедает попкорн, опять же, усиливая и обогащая себя. Ну а я тем временем пытаюсь выбить очередного робота, а потом принимемся за девчонок. Отлично. Итак, кого первым атаковать? Ни у кого нет зеленого треугольника, ни красного. То есть, приблизительно силы равны. Что ж, начнем с Синегами. И Шреддер атакует ее при помощи своих когтей. Слабовато. Слабовато. Итак, кролики тоже продолжают атаку. Вот, но это действительно только китайцы. Вот так долго сражаются. Очень непросто победить Синегами, тем не менее, вот Бибоб это удается. С очередного ударом выбиваем противника. Эприл Кноичи тем временем метает веер, а кролики ударом, кролик, вернее, Бибоб кролик ударом хвоста пупочки пытался выбить Каррай. Еще одна мощная атака Рокслии, и Шреддер призывает своих нить. Сами идет в атаку и выбивает, сметает Каррай. Ну а с Эприлом Кноичи, я думаю, мы и так обычными ударами вот ее добьем и победим. Ну вот, друзья, и так, наконец-то пятая волна, в которой нас встречает черепашки Ниндзя плюс Учитель Сплинтер. Это будет очень крутой, непростой бой. Первым делом надо выбить Микки, пока он не успел прокачать уклонение. Отлично, Микки оглушен, Бибоб бьет хвостом пупочкой, а Шреддер из мультика добивает врага ударом когтей. Просто великолепно. Удалось выбить Микки, а теперь надо выбивать Лео. Для этого кролики опять же трансформируются в огромное колесо. Мощный удар, и опять же Лео выживает. Как не просто с этими врагами повторный бросок дубины Рокстыги из фильма приносит победу над очередным врагом. Остался Донни Микки Сплинтер. В свою очередь Сплинтер отбивается, наносит удар тайной катаной по Бибобу. А я тем временем выстреляю все же в Донни. Он оглушен. Раф тоже, в свою очередь, вызывает на бой. Ну что можно сделать? Ну давайте-ка, друзья, я все-таки попытаюсь добиться. Ага, не могу переключиться на Донни. Вынужден атаковать только Рафа. Вот для него восклицательный знак. Но все же я надеюсь, что кролики поджарят врагов, и это принесет нам победу. Мощнейшая атака. Раф выживает, Донни выживает. Ну а я подключаю гранатомет. Вот это особая техника Бибоба классического. Удар. И да, удалось запинать Рафа. Удалось забросать Донни. И остался только вражеский учитель Сплинтер. Его и попробует подбить при помощи гранатомета морковки Бибоб кролик. Удар, но Сплинтер все еще жив. Все еще жив. Наносит цепочку и серию ударов. Ну а я могу тем временем усилить и подлечить нашего персонажа, нашего героя Шредера. А вот точку в данной битве поставят кролики. Они трансформируются в огромного робота-трансформера, который и завершает бой сокрушающим ударом. Да, просто-просто великолепно. Итак, нам удалось пройти и это событие. Вот сегодняшняя наша награда ДНК Сплинтера. Вот испытание городской Иванной Тени на Солнце пройдено. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, понравилось, не понравилось видео. Ну и конечно, чтобы вот, чтобы успеть посмотреть новые видео, не забывайте нажимать на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok